Зима за полярным кругом с опозданием, но все же вступила в свои права. На смену ветрам и метелям, слабому морозцу и оттепелям пришли крепкие январские морозы. Об изменениях погоды в регионе в следующем материале. Мы уже живем на севере, но как-то хотелось бы, чтобы была более приятная зима, то есть морозца. Ну, во-первых, зимника нету, связи с деревнями нету, охотники-рыболовы тоже в теплую погоду плохо на технике снегоходной ездить. Поэтому в магазинах пусто. Не нравится снега много? Нет, не устраивает. Потому что перепад. Да, тепло и морозы. Буквально 10 дней назад в эфире телеканала «Север» жители Ненинского округа просили невестную канцелярию о хорошем морозце для северян. И, пожалуй, о ней были услышаны. На термометре минус 35 градусов. По прогнозам синоптиков, третья декада января ожидается достаточно холодной. По сравнению третьей декады 2019 года с третьей декадой 2020 года, но, правда, не в полном объеме, потому что она у нас еще не закончилась, То есть третья декада 2019 года была такой же холодной, как и третья декада 2020 года, пока по предварительным данным, по тем дням, которые вошли в третью декаду. Из-за крепких морозов занятия в школах с 1 по 4 классы отменяются второй день. Сегодня была отмена для второй смены и учебы для школьников по 8 класс включительно. С 1 по 4 классы отменяются при температуре минус 30 и ниже. С 5 по 8 классы отменяются при температуре минус 35 и ниже. И с 9 по 11 классы отменяются при температуре минус 40 градусов и ниже. Также, начиная с 5 метров в секунду, вводится поправка на ветер. И после каждого 5 метров в секунду, каждый метр в секунду добавляет минус 2 градуса по Цельсию. При отмене занятий обучение проводится в дистанционном режиме. Такие критерии установлены приказом Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа. Морозы доставляют немало проблем и коммунальным службам. Мерзнут не только люди, но и техника замерзает. Периодически выходят из строя гидравлика. Сотрудникам приходится приводить ее в рабочее состояние. Учреждение работает в штатном режиме, но в то же время есть ряд проблем. То есть периодически в течение рабочей смены необходимо загонять технику в гараж, чтобы она немножко отогрелась. Также люди в течение двух часов работают на улице, потом их на короткое время погреться завозим на базу. По прогнозам метеорологов, существенного потепления в ближайшие дни не предвидится. У нас в ближайшие 2-3 дня будет переменная облачность без существенных осадков. Может быть будут незначительные осадки местами. По температуре ночью будет достигать минус 35-40, днем минус 22-27 градусов мороза.